Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам предлагаю прослушать сказку Астрид Лингрен «Принцесса, которая не хотела играть в кукла». Жила-была на свете принцесса. Звали ее Лисси Лотта. Волосы у нее были светлые, кудрявые, глаза голубые, почти как у всех принцесс. А еще у нее была целая комната игрушек. Чего только в ней не было. И чудесная мебель, и кухонные плиты с настоящими маленькими кастрюльками и кофейниками. Были там и всякие игрушечные звери, и мягкие кошки, и косматые собачки, и кубики, и коробки с красками, и альбомы для раскрашивания, и настоящий игрушечный магазин с изюмом, миндалем, сахаром и леденцами в коробочках. И много-много кукол. Но принцесса не желала играть в куклы. Не желала, и все тут. Ее мама-королева всякий раз огорчалась, когда видела, как Лисси Лотта сидит веселая в своей красивой комнате с игрушками и о чем-то все думает и думает. — Лисси Лотта, почему ты не хочешь играть в куклы? — Это так скучно, — отвечала Лисси Лотта. — Может, тебе купить новую? — спрашивала королева. — Нет, нет, — отвечала Лисси Лотта. — Я вовсе не люблю кукол. И тогда королева решила, что Лисси Лотта захворала и послала за личным доктором принцессы, который тут же явился и прописал ей новое лекарство. Теперь-то уж она приободрится, повеселеет и захочет играть в куклы, — подумал доктор. Но не тут-то было. Лисси Лотта правда попыталась успокоить свою маму-королеву. Сотни маленьких кукольных платьиц висели на маленьких прималеньких вешалочках. Только выбирай. И она взяла куклу в голубом платьице и переодела ее в красное. Но потом взглянула на нее и сказала, — Ты такая же противная, как и была. И, отбросив куклу в сторону, Лисси Лотта заплакала. Принцесса жила в необыкновенно красивом замке вместе с папой-королем и мамой-королевой. И была у них целая сотня притворных там и столько же кавалеров. Ни братьев, ни сестер у Лисси Лотты не было. А других детей она никогда не видела. Ведь королева считала, что маленькой принцессы не гоже дружить с детьми без роду, без племени. И Лисси Лотта показалась, что она на свете живут одни только взрослые, а маленькая она одна. Если иногда какая-нибудь из придворных дам пыталась поиграть с Лисси Лоттой, девочка замыкалась, потому что считала это нелепым, садилась на стул и молчала. Замок располагался посреди большого сада, вокруг которого тянулась высокая каменная стена, заросшая колючими розами. Она все равно оставалась высокой каменной стеной. Не выглянешь и не узнаешь, что же за ней происходит. Правда, в той стене были чудесные ворота с высокими решетками, которые открывались и закрывались всякий раз, когда король выезжал со своей золоченой каретей, запряженной шестеркой белых лошадей. Но в ворот всегда несли службу королевские солдаты, и ходить туда Лисси Лотты не хотелось, ведь она была застенчивой. Зато в глубине сада находилась маленькая-прималенькая калитка. Стражников там не было, калитка была заперта, а ключ всегда висел рядом, на крючке. Вот там-то принцесса частенько и гуляла, выглядывая на болю. Но однажды случилось нечто удивительное. Подойдя к калитке, принцесса увидела маленькую девочку, ничуть не больше ее самой. Она была такая же, как и принцесса, только платье на ней было не шелковое, как на Лисси Лотты, осицевая, скромную клеточку. Звали девочку Майей. «Почему ты такая маленькая?» – спросила ее Лисси Лотта. «Не меньше тебя самой», – ответила девочка. «Так-то она так. Но мне всегда казалось, что я единственная на свете, малышка». «Мы с тобой, пожалуй, одинаковые», – сказала Майя. «А вот видела бы ты моего братца». И Майя показала руками, какой он крохотный. Лисси Лотта осталась весьма довольна. Подумай только, на свете есть такие же маленькие люди, как и она. А может найдутся и еще меньше. «Открой мне калитку, и мы с тобой поиграем», – предложила принцессе Майя. «Но уж нет», – сказала Лисси Лотта. «Хуже игр ничего на свете нет. Уж я-то знаю. А разве ты любишь играть? Еще бы!» «И в самые разные игры», – сказала Майя. «Вот с этой моей куклой, например». И она протянула к решетке нечто больше похожее на чурбанчик, закутанный в тряпки. Оказалось, что это деревянная кукла. Когда-то, возможно, у нее и было лицо. Но теперь нос отвалился, а глаза Майя нарисовала красками сама. Лисси Лотта никогда прежде не видела такой куклы. «Ее зовут Крошка», – пояснила Майя. «И она такая славная может с Крошкой играть веселее, чем с другими куклами», – подумала Лисси Лотта. «Как бы то ни было, приятно побыть с кем-то, кто такой же, как и ты». Лисси Лотта поднялась на цыпочки, достала ключ и открыла Майя калитку. В этой стороне сада густо росла сирень. Девочки укрылись в кустах, словно беседки, и их никто не мог видеть. «Как хорошо», – сказала Майя. «Давай поиграем. Будто мы здесь живем. Будто я мама, ты служанка. А Крошка – маленький ребенок». «Хорошо», – согласилась принцесса. «Но тебе нельзя называться Лисси Лоттой, раз ты служанка. Я буду звать тебя простой Лоттой». «Хорошо», – повторила принцесса. И они стали играть. Поначалу игра не ладилась, ведь Лисси Лотт не знала, что должна делать служанка и как ухаживать за маленькими детьми. Но довольно быстро этому научилась. «Все-таки играть весело», – подумала принцесса. Вскоре госпоже понадобилось пойти в город, купить провизию. «Теперь, Лотта, ты должна подмести пол. И не забудь к двенадцати часам сварить кружки молочный суп. Если она станет мокрой, переодень ее». «Хорошо, это я смогу», – согласилась Лисси Лотт. «Нет, ты не так говоришь». «Ты должна отвечать. Слушаюсь, госпожа». «Слушаюсь, госпожа», – повторила Лотта. И тогда госпожа отправилась в город. А Лотта подмела пол веником из веток, которые она наломала, накормила крошку молочным супом. Лисси Лотта очень уж за ней ухаживала. Вскоре госпожа вернулась домой. Принесла сахар, шпинат и прекрасную телятину. Лисси Лотта, конечно, видела, что сахар – это просто песок, шпинат, листья сирени, а телятина же – обыкновенная дощечка. Но приятно было думать, что они заправдышные. И до чего же весело им было. Щуки у принцессы поразовели, глаза засияли. Потом госпожа с Лоттой взяли малину и отжимали ее через красивый платочек принцессы. А малиновый сок стекал по ее розовому платьицу. Никогда еще принцесса так не радовалась. Зато какой переполох поднялся в замки. Притворные дамы и кавалеры сбились с ног в поисках принцессы. А королева плакала от горя. Наконец она сама отправилась искать Лисси Лотту и нашла ее в глубине сада за густыми зарослями. «Дорогое мое дитя!» – еще не придя в себя, воскликнула королева. «Так поступать не гоже!» Но тут Лисси Лотта заплакала. «Ах, мама, не мешай нам! Уходи, ведь мы играем!» Королева увидела сыр, шпинат, жаркое из телятины и крошку и сразу поняла, кто научил Лисси Лоту играть и почему у принцессы розовые щечки. Королева была достаточно умна и тут же предложила Майя приходить к ним каждый день и играть с принцессой. «Можете себе представить, как обрадовались этому девочки?» Они взялись за руки и закружились в танцы. «Но, мама, почему ты ни разу не подарила мне такой куклы, как крошка?» – недоумевала Лисси Лотта. «Я могла бы с ней играть!» Королева не знала, что ей ответить. Она лишь сказала, что никогда не видела подобной куклы в тех дорогих лавках, где обычно покупала игрушки для принцессы. Теперь же Лисси Лота страшно захотелось иметь такую вот куклу, как крошка. И королева спросила, не хочет ли Майя поменяться и взять взамен одну из кукол Лисси Лотты. Поначалу Майя и слышать об этом не хотела, но королева уговорила ее сходить в замок и хотя бы одним глазком взглянуть на них. Когда Майя вошла в детскую принцессы, глаза ее от удивления округлились и стали похожи на два больших блюдца. Столько игрушек сразу ей никогда прежде видеть не доводилось. И сначала она даже подумала, что попала в лавку с игрушками. «Ой, сколько здесь кукол!» «Миленькая моя славная Майя, можешь взять, какую захочешь, только отдай мне крошку», — попросила принцесса. Майя посмотрела на крошку, а потом на всех этих кукол и закрывающимися глазками. Ни об одной из них она даже мечтать не смела. «Да, — отдохнула она, — надо же подумать и о крошкином счастье. Так чудесно, как здесь у меня дома ей никогда не будет. Там ей приходилось спать в обыкновенной старой коробке из-под обуви. Бери ее». «Спасибо, милая Майя», — прошептала счастливая Леселот. «И не горюй, ты можешь приходить и видеться с ней каждый день». «Непременно», — согласилась Майя, разглядывая большую куклу с кудрявыми каштановыми волосами в светло-голубом шелковом платьице. «Можно я возьму ее?» — прошептала она. «Конечно, можно». Майя взяла куклу, и когда стала расправлять на ней платьице, та пролепетала. «Мама!» «Мне пора бы домой», — заторопилась Майя. «Мне не терпится показать куклу моей маме», — сказала она, и, сбежав по ступенькам, выскользнула из калитки. Майя крепко пережимала куклу к груди и была так рада, что даже забыла попрощаться. «Приходи завтра снова», — крикнула ей вдогонку Леселота. «Обязательно приду», — прокричала ей в ответ Майя, и скрылась из виду. «Мое самое красивое и милое дитя», — сказала Леселота крошке. «Тебе пора спать». У Леселота было несколько игрушечных колясок, но одна была гораздо красивее всех остальных. В ней уже лежала кукла. Леселота безжалостно швырнула ее на пол. И вот теперь в этой коляске на розовой шелковой простынке, вышитой цветами, лежала крошка. А накрыта она была светло-зеленым шелковым одеяльцем. Так она и лежала с разбитым носом и нарисованными глазками. И глядела в потолок, словно не могла поверить, что все это правда.